друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои давайте с вами обсудим вчерашний киношедевр на канале big of вчера у меня по горячим следам вышел мой обзор на вчерашний ролик леночки но досмотреть я его не смогла у меня и так был достаточно большой мой обзор поэтому я ее ролик вчерашний поделила на две части ну что ж это вторая часть продолжение кто не смотрел мой вчерашний ролик зайдите и посмотрите заранее прошу прощения немножко приболела поэтому вот у меня знаете может быть немножко не такой голос ну что ж как говорится никто от этого не застрахован да мы все люди мы все болеем мы все простываем но собственно ладно осень началась кстати у нас а у нас такое впечатление что самое настоящее лето у нас жара у нас вовсю светит солнце в общем лето продолжается да друзья мои ну что вы знаете мне вот лена вчера была настолько в ударе что даже я когда я ее слушала я говорю да вот казалось бы меня уже мало чем можно удивить но вы знаете все таки наши блогерицы и блогеры продолжают друзья мои продолжают знаете удивлять нас с вами не своими какими-нибудь вот этими выпадами и выходками леночка сапожник без сапог начала объяснять как же надо правильно когда она дошла до момента говоря о том что да да вы знаете говорит а вот зрители поделились когда я говорила про сепарацию на два лагеря те которые мол постарше они нас не понимают и говорят о том что вот мол да какая сепарация дети должны жить с родителями а вот молодежь что леночка я сейчас не ослышалась я сейчас не ослышалась нет леночка ты себя причисляешь категории молодежи ребят вы знаете это конечно сильно это вообще прям очень сильно наша 45-летняя девочка февочка она касается молодежь представляете я всегда думала что молодежь это лет 18 20 ну 25 да не ну понятно естественно там если сравнивать девушку 35-летнюю и девушку 60-летнюю то возможно для 60-летней девушки да 35-летняя действительно молодежь ну леночка-то 45-летняя себя ощущает прям молодежь молодежь друзья мои прям вы знаете я бы сказала сильно леночка наверное забыла сколько ей лет да и что она уже так скажем давным-давно вышла из категории молодежи но она нет 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 хочет там остаться она говорит мы вот молодежь мы по-другому об этом думаем и говорим про сепарацию слушайте честно как они задолбали вот этими своими словечками сепарация абьюзеры я уже как-то говорил вот честно уже противно да мне кажется некоторые люди начинают забывать свой родной язык но дело даже не в этом вы знаете когда ее вот эти вот обожательница защитница стали писать да леночка да мы я вот я с тобой согласна пишет там одна мне там 60 мне там 65 мне я там 57 лет я с тобой согласна дети должны жить отдельно от родителей слушайте вот вот так и хочется сказать вообще чем слушаете ушами или тем местом на котором вы сидите вот знаете люди по моему начинают уже путать божий дар с яичницей да а я скажу так все дети вырастая да идут создавать свою жизнь кто-то когда учится уезжает из родительского дома по той простой причине потому что допустим учебное заведение куда поступил тот или иной там ребенок да ну будем говорить ребенок потому что для родителей мы всегда в любом возрасте остаемся детьми и так далее так вот когда уезжает из родительского дома многие дети тогда когда допустим учебные да какой-нибудь там вуз или не вуз да или не высшее учебное заведение не суть важно любое учебное заведение находится где-нибудь в другом допустим городе и тут хочешь не хочешь даже когда тебе не хочется уезжать из родительского дома это все равно вынужден уехать потому что тебе нужно учиться дальше поступить учиться получить образование да иметь какую-то работу опять же подниматься по карьерной лестнице к чему-то стремиться ну и так далее и тому подобное я думаю все прекрасно понимают о чем я говорю да никто не говорит о том что надо до 30 до 40 лет сидеть со своими родителями хотя опять же ситуации в жизни бывают разные да если кому-то комфортно когда их дети находятся рядом с ними вы знаете я всегда только за вот значит людям комфортно я знаю таких людей которые живут вместе со своими детьми со своими внуками у них там большие дома большие квартиры они живут и их все устраивает значит это их выбор их зона комфорта это тоже хорошо но здесь постоянно вот эти разговоры про сепарацию вот надо сепарироваться но ребят вы знаете когда леночка заговорила о том что вот приехали дочки ко мне раз в полгода и хватит мой дом мои правила говорит прекрасная мамочка леночка слушайте ребята я просто в шоке но я не знаю зачем она это говорит может быть конечно она не терпит того момента когда к ней приезжает там допустим лиза начинает качать какие-то свои права лиза да у лизы есть характер лиза может олене что-нибудь сказать то что лени не понравится в этом я кстати даже нисколечко не сомневаюсь да но вот знаете когда ты говоришь о том что двери моего дома всегда открыты для моих детей а до этого двумя минутами ранее ты говорила приехать раз в полгода лен так ты забыла добавить двери твоего дома всегда открыты для твоих детей раз в полгода представляете какая радушная мамочка да которая так ждет своих деточек так ждет своих девчонок а потом еще знаете удивляется а чё это они вообще к ней перестали ездить лента знаешь когда-то на самом деле да даже вот я верю тогда когда маша выкладывала свой вот этот вот ролик свой вот этот вот крик души на просторах ютуба когда она рассказывала о том какая ты ужасная мать как ты вообще никого не слышишь и являешься первым и главным и основным абьюзером да лично для нее вот я тогда сказала вещи которые я думаю понимают абсолютно все да я бы сказала что даже какие-то прописные истины это то что бывает момент когда мы нуждаемся в родителях да и если родители хорошие добрые сердечные то они нас чему-то учат любви да доброте хорошим семейным отношением хорошее то что вот нужно создавать хорошую семью а есть такие родители которые которым собственно нет до детей никакого дела и поэтому если даже ребенок сначала к ней тянулся да потом посмотрел что от мамы ноль реакции все потом уже у нее нет надобности в том чтобы тянуться к маме я надеюсь только на то что Маша когда-нибудь когда-нибудь создаст свою семью и надеюсь только на то что Маша не будет в новой семье в своей семье вот такой же жестокосердной какой является мама Лена для своих детей я надеюсь что у Маши все будет хорошо надеюсь что у ее детей все будет хорошо, у Лизы тоже все будет хорошо, да, но Лена такая замечательная, она говорит, что раз в полгода, раз в полгода. Ребята, вы знаете, когда она показала комнату Маше, такое впечатление, что это не комната, а какой-то, знаете, безликий, вот просто бездушный гостиничный номер, то есть там вообще нет ничего. И обратите внимание, во всем доме практически нет ничего. Вот скажите, пожалуйста, вы когда приходите в родительский дом, наверняка у вас есть какие-то фотографии, у ваших родителей есть фотографии, да, у ваших бабушек и дедушек в квартирах, в домах есть фотографии детей, внуков, правнуков и так далее. Это как раз-таки говорит о том, что это дом с целой историей, да, а у Лены в доме вообще просто ничего. Такое впечатление, что, знаете, этот дом, вот есть такие дома, да, которые сдают, сдают людям, абсолютно любым, кто там, значит, готов заплатить деньги. И вот их дом как раз-таки мне представляется абсолютно вот таким вот безликим, где нет никаких фотографий, нет ничего. Это исключительно дом, ну, для бизнеса, да, дом, так скажем, для аренды, да, дом для того, чтобы приносить деньги. Вообще мне становится интересно, да, вот Лена так вот переживала, дом нам, дом для детей и так далее. Для каких детей, хочется спросить? Которым ты разрешаешь с барского плеча приехать раз в полгода? Причем она так много говорила. Да и зачем? И что делать у мамы? И правильно, что поехала к подружкам? И она даже холодильник, говорит, Маша не открыла. Так хочется Лене сказать, Лен, а чего Маше открывать холодильник, когда она знает прекрасно, что ты вообще не готовишь, что ты ничего не делаешь, а если что-нибудь и приготовишь, то и сожрешь тут же сама, да? Поэтому Маша прекрасно понимает, что ее никто не ждал. То есть, ребят, представляете, к ней приехал ребенок, да? Ребенок только поступил учиться. Первые выходные, да, ну, по сути, такие, ну, пусть не самые первые, но все равно, да, вот приехала к тебе первый раз. Неужели было сложно что-нибудь вкусное приготовить? Домашнее, ведь Аленочка всегда делала акцент, что Маша любит именно домашнюю еду. Неужели это было сложно сделать? Нет. Мамка даже, даже не сдвинулась, даже ни разу не подсуетилась. Поэтому правильно Маша и сделала, что поехала к друзьям там или к молодому человеку, понятия не имеем, мне, если честно, вообще все равно, кому она там поехала. Но дома она оставаться не захотела. И, насколько я понимаю, что она приехала, она, скорее всего, скучала по собакам, скучала по братьям, по сестрам, скучала, да, по Катюшке и так далее. Просто приехала проведать. А, может быть, Лена попросила, сказала, ну, и к нам-то не забудь заехать. Но, правда, про Машиных друзей Лена сказала, ну, это, говорит, такая дружба, ну, говорит, не навсегда, ну, говорит, знаете, говорит, что они там, у каждого уже и в учебном заведении там будут свои друзья и так далее. То есть Лена всех судит именно по себе. Мне смешно это слушать по той простой причине, потому что, наверное, ну, пусть не у каждого из нас, но у многих из нас есть друзья, которые прямо вот либо со школы, да, либо с университета, либо там вообще со двора, да, те люди, с которыми мы дружим уже миллион лет. Вот у меня есть подружка Наташа, моя единственная, любимая, самая настоящая, самая хорошая. Она много лет живет, не буду говорить в какой стране, она живет в Европе уже много-много лет. Она замужем, да, за, тоже, за, не знаю, французом, но живут они в другой стране. И что самое интересное, мы как дружили, так и дружим. Два раза в год мы встречаемся всегда стабильно, мы общаемся, мы всегда можем созвониться в любой момент, поговорить, пообщаться, и мы дружим с ней уже миллион лет, да, то есть мы уже там дружим с ней давным-давно, как говорится, вот много лет. И у многих есть такие друзья, с которыми дружат всю жизнь. Но Лена, поскольку судят по себе, у Лены никогда не было друзей вот таких вот, да, то есть она пообщается, попользуется людьми, и на этом, собственно, все. И еще, вы знаете, ребят, когда я почитала комментарии на канале Леночки, где ее обожательницы пишут о том, что вот, в Америке нет вообще никаких традиций, это, мол, только у нас. На постсоветском пространстве есть какие-то там традиции. Вот сразу видно, что люди вообще ни про Америку, ни про Европу, даже близко ничего не знают, никогда там не были, и никогда там не будут, но рассуждают просто нечто. Я еще раз хочу сделать акцент на том, что традиции и обычаи и культура есть везде, в любой стране мира. И везде, в том числе и в Америке, истинные, настоящие, коренные американцы, да, вот американцы, да, не наши приехавшие, да, про наших все понятно, да, наши приезжают, как говорится, все равно у них свои праздники, все на свете, да, свои традиции и так далее. Так вот, у американцев, да, в нормальных семьях, там тоже очень сильно развит институт семьи. И там тоже дети, которые учатся, допустим, где-нибудь в другом городе, приезжают к родителям по возможности на выходные, да, на каникулы, приезжают в родительский дом и как раз-таки встречаются с родителями. Там это тоже везде очень развито, точно так же, как и в Европе, опять же, в хороших семьях. Есть, конечно, семьи разные. Есть такие семьи, в которые дети не хотят возвращаться. Но это уже тут надо сказать спасибо огромное родителям, да, которые, собственно, сделали такую, создали атмосферу в доме, что дети не хотят туда возвращаться. Ну что, друзья мои, Лена в очередной раз решила себя показать, мол, смотрите, я не такая, я вся передовая, я такая молодец. Вот все там вот эти старушки-веселушки, они, значит, за то, чтобы жить со своими детьми. Боже, никто об этом даже не говорил, там, да, до 60 лет и так далее. Все живут все равно своими семьями. Но Лена себя считает молодежь, молодежь. Ну что ж, мы Леночку поздравляем. Леночка, ты знаешь, ты вот самое интересное, пытаешься примерить на себя вот явно чужое пальто, которое тебе, ну вот на тебе оно явно не сидит. Ты знаешь, вместо вот этих вот разглагольствований бесконечных, про сепарацию, да, набралась вот этих вот, знаете, новомодных словечек. Хочется сказать, тетенька, лучше бы вы к своим 45 годам, вот честно, мне было бы стыдно, ребят, если бы у меня ребенок приехал, да, с учебы, приехал, живет со мной, но все-таки, так скажем, не ближний свет, да, а я бы даже ему стол не накрыла и не приготовила какие-то любимые блюда, любимое там мясо, рыбу, там какие-то салаты, какие-то нарезки, что-то там не приготовила, да, я вот вообще просто говорю, я не представляю себе. Я думаю, что многие со мной согласятся, ну так, опять же, но Леночка нет, Леночка у нас все болтает, 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 болтает и говорит, ой, а Маша даже холодильник не открыл, правильно? Че его открывать, когда там все равно нет ничего и мышь повесилась. Ну что, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, продолжение, как вы уже поняли, следует, конечно же, будем смотреть дальше, чем же наша Леночка опять, вот не такая, как все, прям вот, ну не такая, как все, да, вот не такая, и вот учит нас неразумных, да, вот она, оказывается, молодежь, и она все лучше знает, ну ладно, молодежь, которая старше многих из нас, но при всем при этом, знаете, так и не научилась быть мамой, не научилась быть хорошей женой, не научилась быть хорошей хозяйкой, не является никаким специалистом, нигде абсолютно, не может быть хорошей подругой, в общем-то, Леночка, ты знаешь, когда ты говоришь, должно быть комфортно всем, в первую очередь, в данном случае, ты сняла с себя абсолютно все обязательства, только лишь для того, чтобы было комфортно тебе, чтобы не заморачиваться, да, то есть, вместо того, чтобы что-то сделать для своего ребенка, который приехал с учебы, да, как-то его порадовать чем-то, ты просто села нога на ногу, и потом еще говоришь, да, она тут решила не оставаться, а поехать к подружкам, но, наверное, к подружкам, вот представляете, ребят, то есть получается, у подружек, да, даже если она действительно у подружек, ну или там, у молодого человека, значит, там ее встречают значительно лучше и теплее, нежели в родном доме, а это значит что? А это значит то, что там мамы настоящие, от которых почему-то подружки не бегут по другим подружкам, да, что-то мы не видим, чтобы у Маши кто-то оставался или захотел оставаться, ночевать дома, нет, Леночка, конечно, про это рассказывала, но никогда нам этих друзей, по сути, не показывал, а вот Маша без конца где-то у кого-то дома ночует, а это значит, что там у кого-то дома действительно есть понимание дома, есть семья, есть семейные традиции, детей встречают какими-то вкусняшками и стараются их порадовать, потому что это дети, а иначе для чего тогда их рожать, если все всегда впадло? Ребят, вот такой обзор, всем пока-пока!